В беззаботных временах, до того, как мир рухнул в пламени атомных взрывов, я был совсем юн. Из почти 7 миллиардов жителей планеты, в живых осталась небольшая горсть людей, разбросанных по всему земному шару. Среди них был и я. Прошло уже 10 лет. Большая часть суши так и не стала пригодной для обитания. По иронии судьбы, я и многие выжившие нашли себе пристанище на территории Чернобыльской зоны. Там, где сравнительно недавно люди даже боялись появиться из-за смертельной радиации. Но именно здесь человек мог хоть как-то существовать. Зона стала для нас пристанищем. Несмотря на то, что в ее лесах властвуют кошмарные чудовища, мы смогли превратить заброшенные города и села в крепости и держим оборону до последнего. У нас даже не было надежды, что мир станет прежним, и мы сможем без опаски выходить из укрытий. Воспоминания о тех временах постепенно стирались из памяти. Женщины и старики все реже и реже рассказывали о теплых летних вечерах. И само существование человечества было под большим вопросом. Но кое-что изменилось. Серега, слушай меня внимательно. Это не просто вылазка в лес за хабаром. И не прогулка на легке. Я сам еще не до конца понимаю, что именно мы там должны найти. Но Сухов, чертов, ревократ. После появления этого свихнувшегося учебного Сергея, уверен, что эта находка изменит мир к лучшему. Ах, мы на таких прогулках уже потеряли немало людей. Товарищ капитан, я вот что подумал. Может, по прибытию на место пикник устроим, а? У нас ведь такая нервная работа. На зоне пикников не бывает. Так что только вперед. Как там мы собрали? Светлое будущее. Товарищ капитан, я таки туда не пойду. Там будет А, но и Б страшно. Ребята шутят. Это хорошо. По приезду на место сразу отправляемся вдоль реки к залезью. Туда уже будем подать к объекту вниз через полаган. Ну, как говорится, живы будем, не помрем. И будет мечту. Сухов сказал, что красные тоже знают о лаборатории. Скорее всего, они уже выслали отверг удара. Череп, да что ты так занервничал? Будто живого коммуниста никогда не видел. Ах, все будет как всегда. Залезут себе на коробочку и начнут рассказывать о светлом будущем. Я вот тебе лучше, а не год расскажу. Новобранец Кудара жалуется. Товарищ старшина, смотрите, что мне выдал. Брюки только до колен, рубаха болтается, рукава коротки, сапоги хляпают. Глядеть страшно. Все в порядке, сказал старшина. Воин удара должен внушать страх. Твою мать! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok ДимаTorzok 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...